Я была уверена, что я свяжу жизнь с творчеством, потому что это реально очень интересно, это меня завораживает. Познакомилась с миром моды, и тут меня захлестнуло. Впервые я поехала в Москву в 2001 году в Дом моды Вячеслава Зайцева. Там просто посмотрела на коллективы подобные. Тогда я работала педагогом в школе моды детской. Я поняла, что нужно создавать что-то свое. Когда мы открывались, конечно, мы открывались с нуля, и вот уже пять лет я частное учреждение Академия моды и стиля «Нью Стайл». Мы очень резко так ворвались в вот этот мир детских коллективов, детских театров моды, потому что у меня уже был опыт, у меня были контакты. И когда коллектив, у которого еще нет багажа коллекции, у которого нет багажа дипломов на международных или даже пусть российского уровня конкурсов, вдруг становится членом ассоциации «Золотая игла». Все, конечно, были очень удивлены. У нас уже есть постоянный состав моделей, которые не только занимаются, но и работают. Модели дети — это самое главное, это уникально, потому что очень мало таких агентств. Наши дети создают коллекции, они еще и дизайнеры. Я не могу сказать, что это просто модель, просто дизайнер или просто ребенок. Это уже сложившаяся личность, которая может презентовать себя легко. Когда закрыли на время вообще деятельность, мы работали дистанционно, детей стало меньше, но те, кто остались, получили гораздо больше опыт. Как частное лицо, как частное учреждение я имею право работать малыми формами. Я просто поделила детей на более меньшие группы. Мы планировали посетить «Неделю моды» в Минске. Мы отказались, но и в итоге никакой «Недели моды» не было. Все расстроились, но зато у нас было время для подготовки, и мы начали шить новую коллекцию. Каждый ребенок, который приходит ко мне, это мой ребенок. Я вкладываю в него столько энергии, столько тепла, столько информации, как никто другой. Для меня это лучшее достижение, когда результат есть у ребенка. Это не бумага, это не сертификат, который мы получили, а это именно знания, это навыки, которые они приобрели. У меня трое детей. Первые годы мне было сложно, но благодаря моей команде у меня получилось. Я очень хочу, чтобы каждый, кто приходит к нам заниматься, добился успеха. Я не требую от них быть идеальными для карьеры модели. Я требую от них быть перспективными, не бояться творить, не бояться показать себя. Мне кажется, это гораздо важнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!